Штендеры с солдатами Второй мировой заметны издалека. Красноярцы перед тем, как встать в строй бессмертного полка, наблюдают за шествием в честь 9 мая и прижимают к груди дорогие портреты. Галина Кокадзеева снимает красноярский праздник, чтобы потом отправить родственникам из других городов. Они сообща решили собрать свою летопись бессмертного полка со всей страны. На её штендере три портрета — прадеда, деда и свёкра. Последний в победном мае 45-го даже оставил автограф на стенах Рейхстага. Я в прошлом году не смогла этого сделать и отдать долг памяти. Колонна бессмертного полка растягивается на сотни метров. 30 тысяч красноярских солдат Великой Отечественной сегодня будто вновь стали в один строй, чтобы напомнить потомкам, какой ценой далась та победа, сколько жизней крови она стоила. Шорохов Георгий Феофанович. А вот вас это Георгий Феофанович? Прапрадед. Прапрадед. Он воевал, да? Да. Погиб в 43-м году. Один дедушка одет. Иван. Вошёл до Рейхстага. Он вёл полк. Поэтому очень гордимся. Я его знала. Хоть и маленькая была. Это мой отец. Как началась Великая Великой Отечественная война, был призван. Погиб на Украине. В 43-м году. В 43-м году. Ну а сегодня Бессмертный полк. Да, является напоминанием, что наши отцы, которые заявляли спасение нашей Родины, будет в памяти грядущее поколение. Бессмертный полк впервые прошёл в Томске в 2012-м году. Но очень быстро акция памяти стала всенародной. Инициативу подхватили по всему миру. А численность полка измеряется десятками миллионов. Мир должен быть мирным. Мы уже на таких высоких позициях находимся. И сознательно, и физически, и все. Чтобы вот... Ну не должно быть этого. Не должно. Во все времена бессмертной земли помните. К мерцающим звёздам ведя корабли о погибших помните. Встречайте трепетную весну, люди земли. Убейте войну. Прокляните войну, люди земли. Мечту пронесите через года и жизнью наполните. Ну а тех, кто уже не придёт, никогда заклинаю. Помните.